Анастасия Бедедесюк впервые побывала на выставке «Дорожный знак. Новогоднюю елку». По словам школьницы, она бы тоже хотела сделать что-нибудь подобное своими руками. Десятилетняя девочка хорошо знает правила дорожного движения. Этому ее обучают и в школе, и на станции юных техников. На дорогах нельзя играть, не перебегать. По дорогам нельзя аккуратно налево-направо смотреть перед тем, как переходить дорогу. По пешеходу надо переходить. Конкурс получился довольно сказочным. Среди игрушек – светофор, снеговик-регулировщик, гирлянды со знаками дорожного движения и даже герои всеми излюбленного детьми мультфильма «Смешарики» в обличии инспектора ГАИ. Поделки из ткани, бумаги, бусин, упаковочного материала и бутылок. Причем дети сделали свои дорожные знаки яркими и разноцветными, что и заинтересовало. Мне больше всего понравилась эта поделка. Мне кажется, потому что она как-то необычная и как будто сложно это сделать. Главный замысел конкурса в том, чтобы дети вместе с родителями вновь обратили свое внимание на тему безопасного поведения на дорогах. Организаторы уверены, что таким образом дети лучше познакомятся с правилами дорожного движения и в дальнейшем будут их соблюдать. В процессе изготовления таких поделок, естественно, проводится профилактическая работа с ребенком. То есть еще раз мы обращаем внимание ребенка на такую проблему, как травматизм на дорогах. Изготавливая какую-то поделку, ребенок задумывается об этом. Ребенок изучает новые знаки, сигналы светофоров. Конкурс «Дорожный знак» продлится до 26 ноября. В этом году решили сделать три номинации – новогодние гирлянды, игрушки и шары. Лучшие работы отправят на областной конкурс. А пока ими могут насладиться и оценить все желающие на станции юных техников. Ирина Лубина, Сергей Сомов, «Мыски. Сегодня». Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...